Меня зовут Снежана, я приехала с города Николаева, на данный момент это город-герой. На данном этапе я сейчас безработная, можно сказать, хотя я работала в фитнес-клубе тренером. Сейчас бы хотела очень сильно попробовать устроиться куда-то в клуб к вам. Война застала нас в 6 утра с нападением на наш аэродром, его начали бомбить. Первый день мы, конечно же, прятались, но в основном мы прятались в коридорах, тамбурах. Это было очень страшно, потому что мы не понимали, что нас ожидает дальше. Это все было вот с такими трясущими руками. Я вообще хочу сказать, что я абсолютно не собрана и не готова к таким ситуациям. Я понимаю, что я бы, наверное, вообще сама не справилась, потому что тогда, когда вокруг тебя вот эти вот взрывы, это вся давящая обстановка, ты просто теряешься, ты не знаешь, как себя вести. Мы в страхе начали собирать наш тревожный чемоданчик и попробовали выехать изначально за город. Определенное время находились там, пока обстреливали трассу по направлению Николаев-Киев. Мы не могли никуда выехать, мы сидели. Было определенное время, когда мы находились даже без воды, без еды в магазины, не могли завести даже самые банальные продукты. Даже несколько недель мы жили без продуктов. Потом немножко развязка наладилась, выбили их с трассы, если можно так сказать. И мы вернулись в Николаев, начались сильные обстрелы, и мы попали под обстрел. Мы тогда находились дома, и рядом с нашим домом как раз скинули кассетный снаряд. Воздушная тревога была объявлена, мы спрятались в коридор, максимально безопасное место в доме. Ну, был очень громкий, это был даже не громкий, это какой-то был мегавзрыв, потому что это было прямо рядом возле дома. Люди, которые находились на улице, машины изрешетило в тот момент, людей ранило очень сильно. Дома все соседние, в том числе и наш, то есть осколки попали. У нас просто сильно затряслись окна. Нам просто чудом повезло, что мы находились на верхних этажах, на нижних этажах нашего дома повыбивало окна, поразбивало стены. Потом с новостей мы узнали, что это был именно кассетный снаряд, потому что было очень много раненых. Как раз те, которые были, находились в то время на улице, выезжали на работу. То есть я помню четко, что это было где-то около полвосьмого-восьми утра. То есть это было конкретно на остановке. Люди стояли на остановке, там маршрутки стояли, машины. И вот все, кто был в тот момент на улице, люди, я видела из окна даже, выгуливали собак. И вот в этот момент вот это вот все случилось. Мы просто с трясущими руками в этот же момент собрали все, что у нас было, и уехали к вам сюда, на Западную Украину. У меня есть маленький ребенок, дочка, 7 лет. И можно сказать, что мой переезд сюда к вам был сделан только ради нее и ради ее безопасности. Наверное, скорее всего, на 99% я бы осталась в своем городе и помогала бы, чем могла. Но так как у меня есть ответственность не только за мою жизнь, а еще за жизнь ребенка, я приняла решение, что нужно ее увезти от этих взрывов, потому что первые дни ее очень дергало, так же, как и меня, от любого взрыва. Ребенок прятался под кровать. Даже когда мы уже переехали за город в немного более безопасное место, все равно взрывы слышные были, хоть и не рядом стреляли. И это было очень страшно, действительно. Она боялась выходить на улицу, гулять. Когда были взрывы, мы постоянно прятались. Мы прятались в одной комнате либо в ванной. Это было уже нормально, готовиться ко сну в ванной комнате, сносить подушки, одеяло в ванную. И в конце концов я приняла решение, после того обстрела кассетным снарядом я приняла решение, что нужно уезжать, потому что это, в первую очередь, безопасность. Безопасность моего ребенка. Добирались очень спонтанно. Мы собрали, скинули все, что могли скинуть, потому что я до последнего хотелось оставаться. Оставаться в городе хотела. Я хотела как-то помогать, как-то быть полезной. Хоть у меня сейчас на данном этапе нет работы, я хотела просто помогать, оказывать помощь. Потом мы все собрали, просто скинули все, что могли в большую сумку. И просто нашли машину, которая вывозит людей. Не машину, а большой автобус, который вывозит людей. И поехали. Было очень страшно, очень страшно. Почему-то вот этот вот страх сохранялся, который был еще в самом начале, когда расстреливали транспорт, когда расстреливали автобусы. И было страшно, что что-то может произойти по пути. Ребенку я записала отдельно номер телефона всех родственников. Надавала все, что можно было. Все гаджеты, часы, телефон. Все вот это все время держалось заряженным, чтобы вдруг чего можно было воспользоваться этим. Была рассказана, проведена, инструктаж был проведен с ней, чтобы вдруг что-нибудь случается со мной, как бы она могла действовать в этой ситуации. Слава богу. Мы ехали очень долго. Дорога у нас была больше суток. Занялась Николаева до Львова. Потом мы в Львове очень долго стояли, потому что там как раз было очень много беженцев. Их всех распределяли, а мы, в принципе, могли добраться к своим ходам. Но все равно приходилось ждать, выжидать очередя и все остальное. Транспорт ждать. Добирались долго, но добрались безопасно. Очень мы правильно сделали, что не выехали в самом начале, потому что в самом начале мы бы могли попасть под обстрелы. А так путь уже лежал более-менее безопасно. И все обошлось. В городе Николаеве у меня остались родители. У меня осталась мама с папой, так как мама в связи с работой, точнее, они остались в области, в области Николаевской. Мама не может выехать в связи с работой. Она у меня учитель, ударник труда. Просто это у меня... Мама пока не закончит, не отработает все, что можно отработать, не закроет все дела. Она не может оттуда выехать. Я не могу их вытащить, к сожалению. Папу тоже не выпускают с работы. У него там тоже, можно сказать, его работа очень важна, так как они переквалифицировались. Помимо того, что они делали, они еще и стоят на защите в террабороне. Я очень горжусь теми людьми, которые остались, которые находятся сейчас в нашем городе, в городе Николаеве, потому что там есть очень много моих знакомых, которые работают во благо города, которые поддерживают какую-никакую инфраструктуру, которые... Например, у меня есть очень много знакомых врачей, которые попадали под обстрелы, их больницы попадали под обстрелы. Да, они все равно сейчас остаются там. Они все равно работают и никуда не убегают. Я просто благодарна таким людям, которые все-таки это все делают. Что поменялось? Наверное, все-таки очень сильно поменялись приоритеты за это время, потому что если раньше казалось, что постоянно чего-то не хватает, то сейчас, на данном этапе жизни, ты понимаешь, что ты просто радуешься тому, что ты сегодня проживаешь этот день, ты радуешься тому, что ты можешь жить в спокойствии, ты радуешься тому, что ты не слышишь этих выстрелов. Взгляды, наверное, поменялись. Мы поняли, что мы можем ходить спокойно в одних кроссовках, в одном спортивном костюме, радоваться тому, что есть возможность выпить просто чашку кофе, не надо чего-то откладывать. И действительно, вот сейчас я понимаю, что не нужно откладывать на потом, потому что потом, как оказывается, может вообще не быть. И мы уже не будем прежними, у нас не будет уже так, как раньше, у нас все поменяется, может, будет лучше, может, будет хуже, в любом случае будет по-другому. Просто хочется сказать, что живите, живите действительно, потому что живите сейчас, потому что это очень важно, так как завтра может не наступить. На данном этапе жизни наши дети станут в будущем детьми войны, ну или уже их можно считать детьми войны. Я никогда даже представить себе не могла, что мы окажемся в подобной ситуации после того, что наши предки прошли много лет назад. И, наверное, так как и 100% нашей страны, я не усомнюсь, что 100%, мы все мечтаем о мире. Для нас эта победа, а я верю в нашу победу, исключительно победу, ничего другого, для нас эта победа будет иметь какое-то сакральное для каждого значение, то есть какой-то личный смысл, каждый сейчас несет. И я уверена, что... Ну просто на самом деле сейчас действительно ничего не нужно. Сейчас вот нужно просто, чтобы побыстрее наступил мир. Я бы очень хотела вернуться в свой родной город. Я бы очень хотела помогать отстраивать его. Я бы очень хотела помогать возобновлять инфраструктуру и все, что с этим связано. Я готова. Просто только мир.